Приветствую! Видеоблогер Екатерина Сметко и большая пересадка. Вы уже увидели первый фильм, как я пересаживала свои растения. Это были суккулены. А как и обещала, я сделала продолжение пересадки. Смотрите дальше. Это обновление. Мне очень нравится пересаживать, перебаливать растения. Мы даем жизнь маленьким череночкам или растению, которое начинает чахнуть, умирать. Надо вовремя все сделать. Приглашаю к просмотру. Оставшиеся растения у меня любят хороший грунт. Поэтому сейчас я делаю добавку. Смотрите, добавляю еще песок. Кокосовый субстрат там есть. Хотя можно, конечно, вот его вот так раскрошить. И когда я полью грунт, он разбухнет. И добавляю вот этот универсальный. Все примерно в равных количествах. Но опять-таки говорю, все зависит от того, какой грунт хорошенечко перемешать. Для большой пересадки мне, конечно, надо много грунта. Буду пересаживать вот эти три ростка хризантем. Это хризантема домашняя. Эти все росточки у меня хорошие. Но вот здесь, во время моей поездки в Одессу, эти ростки погибли. Ну, я взяла горшочек один, такой средний. И добавлю дренаж. Отверстие тут есть. Как дренаж у меня пошла галька. А вы можете использовать все, что у вас есть. Выкладываю грунт. Грунт легкий. Легкий-легкий. И сейчас делаю перевалку. Вначале делаю перевалку вот этой хризантемки. У меня есть фильм, как я ее купила, как черенковала. И сейчас смотрим. Видите, здесь есть белые корешочки. Не надо освободить. Полностью высохли. Видите, все растение погибло. Часть грунта я освобождаю, чтобы дать возможность поселиться и тем двум черенкам. Вот это тоже смотрим. Уже начало страдать. Видите, листочек. Смотрю здесь корешочки. Они ничего, но все-таки начали страдать. Надо все делать вовремя. Ждала хорошего дня. Чуть-чуть надо убрать верхний слой и поместить сюда. Нет, надо так, чтобы они не мешали друг другу. Наверное, так будет лучше. И посажу третий. Да, можно взять горшок побольше, но у меня уже негде сажать. Негде расставлять. У меня все завалено. Посмотрите, было на улице растение. И вот он червяк. А червяк ни в коем случае не нужен комнатному растению. И его в огород. Сегодня хороший день для работы. И солнечно. Здесь тоже хорошие корешочки. И я его сажаю. И теперь добавляю грунт. Все пустоты должны быть заняты. Вот это растение необходимо полить. Во-первых, потому что здесь субстрат сухой, кокосовый. А во-вторых, оно не терпит недолива. Итак, хризантема желтая, цветущая, пересажена. Пока я бутончиков не вижу. Но будем ждать. Освободились маленькие горшочки. И показываю хлорофитум. Я его выставляла для укоренения. Эти хорошие корешки. Желтые листья я сейчас все удалю. Они ему не нужны. И сейчас рассажу. Вот этому, конечно, можно горшочек и побольше. Добавлю туда дренаж. Хлорофитум вообще замечательное растение. Очищает воздух. И в доме его, конечно, хорошо иметь. На дно у меня опять идет грунт. И грунта в этот раз пойдет немножко больше. Потому как горшочек большой. Все листочки поднять вверх. Ручки вверх, ручки вверх. Вот так. И засыпаю. Будет, конечно, великоват горшочек. Может быть, все-таки взять поменьше. Великоват. Не хочу я, чтобы так долго это растение набирало корешки. Нет, прости меня, что я тебя побеспокоила. Но вот сейчас я тебя посажу. Вот, как раз горшочек хороший. Чем больше горшок, тем дольше растение не растет. Растет только его корневая система. Так, все, я посадила. Осталось только полить. Но полью я все растения сразу. И смотрю вот этот. Берем ему маленький горшочек. Я не убирала, не чистила, потому что нет времени. И я знаю, что растения у меня все здоровые. Это мои растения. А здесь уже даже розеточку собирается давать. Делетиночку тебя. И жди полива. Какой красавчик. Традискансия. Вот такая она недавно у меня появилась. И я уверена, что там уже хорошая корневая система. И сегодня я отделю один росток. Он не дает побегов. Горшочек возьму немножко побольше. Видите, белые корешочки замечательные. Горшочек чуть-чуть больше. Так. И аккуратненько. Вот это и есть перевалка. И теперь со всех сторон грунт. И когда закончу сажать все, уберу этот черенок и покажу уже, что буду делать с ним. Это отправляю опять. Жди своего полива. Теперь предстоит посадка. Посадка черенков. Вот этот калеус я взяла у знакомых. Мне разрешили взять. Так как не собираются заносить растения в дом. Некуда им. И решила я попросить. И посмотрите, какие хорошие корешки. Видите, замечательный, да, калеус. Конечно, я сейчас посажу. И посажу в маленький горшочек. Вот он, такой маленький дренаж. Галька там. Отверстие есть. И смотрите, что я делаю. Я держу на весу. Вот укладываю так. Спасибо, что ты дал такие хорошие корешочки. Дорогой мой калеус. Так. И сейчас постараюсь, вот, сыплю грунт и чуть-чуть приподнимаю. То есть, чтобы не плашмя вложились корни, а как бы, как будто росли отсюда. Уже надо было пересадить давно, посадить вернее давно, но все ждала хорошего дня. И вот он, наконец-то, настал. И, конечно, тоже надо полить. Тут поработать ножницами надо. Все, отправляем для очереди полива. Так, а ну-ка давай. Чего ты фокусы мне показываешь? Мне нужно, чтобы ты прижился. Мне же тебя подарили. И очередной цветочек. Это вот такой фикус. Фикус Эдем. Я о нем сделаю фильм. Я его срезала, но пошел только один черенок. Видите, какая хорошая корневая система. У второго черенка пока ничего. Ну, есть какие-то задатки, но пока нет. И сажаю я его тоже в легкий субстрат. Видите, на дне галька, дренажные отверстия. И вот сажаю вот так. Я очень надеюсь, что все видно. Видите, как бы придерживаю растение, чтобы оно хорошо установилось. Но взяла ему горшочек маленький. И надо будет его как-то закрепить со всех сторон. Уже очень нежный череночек. Так, сейчас я опять возьму гальку. Первое время ты поживешь у меня вот в таком соседстве. Вот. Это фикус священный. Вырастила из семян. Следующее растение. Это прихватизированный из Одессы, с дерибасовской, черенок. О нем я тоже сделаю отдельный фильм. И вот все-таки, сколько я ему меняла места, но пошел в рост. А то все мучился, мучился. И не буду больше ждать, а посажу. Беру опять маленький горшочек, череночек устанавливаю и засыпаю опять грунтом. Все, готово. Только полить. Теперь, посмотрите, два дня назад я установила вот эти черенки в воду. И смотрите, они уже дали замечательные росточки. Это коллизия душистая или китайский уз. Вот один черенок и вот второй. Видите, я буду сажать, не буду ждать. И устанавливаю эти череночки сюда. Держу немножко на весу. Поправлять надо. Потом чуть-чуть приподниму. Уже и грунт заканчивается, а растение еще есть для посадки. Видите, я его подтянула вверх. Земля вся стряхнется. Во время полива аккуратненько пролью. Все. На полив. И очередной череночек я его тоже высаживаю. Про коллизию у меня будет фильм. Давно спрашивали, как, что. Ну, просто невозможно о каждом растении сделать фильм, хотя я стараюсь. Так, на полив. И осталась у меня вот эта красавица. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...